Друзья, мы вас приветствуем. Я Денис Янютин, главный редактор Kundalini Journal и Оля Ковалева-Капелюшина. Здесь мы поговорим сегодня коротко о исцелении пяти травм. У меня есть такая книжка, которую мне Оля подарила, когда у меня был такой период, когда это было очень актуально. Да, я ее показываю не той стороной. Вот так вот. Это концепция Лиз Бурбо, и она обучает этому. Книжка уже написана была после того, как созданы тренинги, обучение. Я правильно говорю, да? Да, совершенно верно. Была сначала первая книга, это «Пять травм». И исцеление травм, она была уже написана через 16 лет практики по исцелению травм и по ведению этих тренингов, которые вела Лиз по всему миру. И мне в частности посчастливилось в нее обучаться и лично, и проходить профессиональную программу обучения в ее школе, которая существует уже около 40 лет в Канаде. Называется «Наслушать свое тело». И, кстати, эти травмы, они как раз в первую очередь, они запечатлены у нас в теле. И сразу можно определить даже по тому, как человек выглядит. Ну, это я уже так забежала чуть-чуть наперед. Мы об этом завтра обязательно расскажем во всех тонкостях. Да, завтра у нас будет прямой эфир, такой мастер-класс, где мы подробно разберем эти все травмы. И уже с утра мы начнем прорабатывать их, и мы начнем с первой травмы. Сейчас мы вкратце ознакомимся просто для того, чтобы вы понимали, что это такое и как это идентифицировать и зачем это делать. Потому что кто-то говорит, что «Ой, у меня нету этих травм». Кто-то говорит, что «Ой, у меня их, наверное, у меня все есть». Или как-то еще. То есть каждый может по-разному воспринимать. Прочитав книжку, ну, можно к разным выводам прийти. Но когда работают специалисты с этой темой, те, кто обучался, те, кто глубоко исследовал эту тему, они могут дать такие ценные указания и помочь вам это проработать. И мы завтра вечером уже подробно это все разберем, а сейчас просто вкратце расскажу, Оль, как ты с этим работаешь. На примере первой травмы, как она идентифицируется и что, ну, вот коротко можно, проработав эту травму, что человек получает. Давай я, наверное, сначала скажу, что такое травма, по сути, и для чего она вообще есть, и как мы ее опознаем. Травма – это то, с чем мы приходим уже в эту жизнь, и это определенные задачи, определенные цели наши духовные, которые помогают нам открыть в нас потенциал безусловной любви. Это такой указатель, который уже есть в нашем теле, какая-то эмоциональная большая нехватка, которая переживается как боль и страдания в отношениях, сначала с родителями, потом с партнерами, и может даже там на работе переживаться, где угодно. И таких травм определено основных пять. Как говорит Лиз, в принципе, четыре основные травмы есть абсолютно у каждого человека, просто все они проявляются по-разному. Какая-то одна травма является доминантной. Другие, сейчас я о них скажу немножко, они могут проявляться в разные этапы жизни, когда там первая, допустим, более-менее проработана, тогда что-то другое выходит на первый план. Какие травмы есть? Травмы, вот такое исходное данное, исходное верование есть, что мы с этими травмами приходим, и вот если психология и психотерапия говорят, что мы эти травмы переживаем в детстве, уже когда мы воплотились, мы их получаем в процессе воспитания, то такой духовный подход говорит, что мы их просто активируем с нашими родителями. Мы уже с ними пришли, и в зависимости от того, какая у человека травма, разные дети с одними и теми же родителями могут проживать по-разному эти ситуации. Один ребенок, например, одну травмирующую ситуацию будет проживать как отвержение, а другой будет проживать как покинутость, а третий ребенок будет проживать как несправедливость. И вот я уже начинаю называть эти пять травм. Первая травма – это отвержение, она активируется буквально с зачатия, где-то до одного года у ребенка. Потом она просто может проявляться, как отпечатки памяти определенной нехватки. Вторая травма – это покинутости, она где-то с года до двух, до трех может активироваться с родителем противоположного пола. Есть травма унижения, она активируется с человеком, который занимался сексуальным воспитанием ребенка. Есть также более такие зрелые травмы – это травмы контроля, когда ребенок уже приобретает определенную силу, у него появляется гнев, он владеет своим телом больше и может выражать свои эмоции. Это травма предательства, когда кто-то из родителей не оправдывает ожидания ребенка. И вторая травма – это несправедливости. Так вот, есть группа травм, которые активируются с родителем такого же пола, как у тебя, например, у мужчины с папой, у маленького мальчика с папой, а у девочки с мамой. Это травмы отвержения и травмы несправедливости. А есть травмы, которые активируются с родителем противоположного пола. Это травмы предательства и покинутости. И в зависимости от этих травм сначала появляется у ребенка боль, но ребенок учится справляться как-то с этой болью, и у него формируются защитные механизмы. И это такие защитные механизмы, которые ребенок одевает словно маску, словно какой-то наряд такой, для того, чтобы мочь коммуницировать в этих травмирующих событиях. И порой мы потом уже в более зрелом возрасте делаем выборы и строим желания, не исходя из наших истинных потребностей, которые были ущемлены когда-то в детстве, а исходя из той маски, которую мы одели. Это как раз маска, она заключается в эго. Она словно прописывается. И таким образом мы начинаем плодить не наше желание и проживать словно не нашу жизнь. И эти маски, они не помогают исцелить травму. Они помогают просто ее спрятать, закрыть твои глаза и не видеть эту травму, словно не чувствовать ее. Но этот человек все больше отдаляет от самого себя. И если мы говорим о том, как проживать свою собственную жизнь, как быть самим собой, как быть счастливым, то наша задача – это разгадать, расколдовать свою маску, снять ее, найти свою истинную потребность и начать удовлетворять ее. А для этого нам нужно проделать определенную работу. Еще я хотела сказать про эти маски. Они запечатлены у нас в теле. И когда мы смотрим, ну, школа Лизбургона и называется «Слушай свое тело», потому что свое тело никогда не врет. И тело нам всегда подсказывает. В нем записаны миллионы и миллиарды бит, и байт, и терабайт информации, которые направляют нас по жизни. И когда мы смотрим на человека, то вот, например, маску, которая одевает человек с травмой отвержения, а это маска бедлеца, она проявляется в том, что человек словно исчезает из пространства. Это очень худенький человек, у которого могут даже быть очень тоненькие ручки или запястья. Это может проявляться во всем теле, а может проявляться в каких-то мелких чертах. Или вот, например, когда рождаются дети, и у них чего-то не хватает, да? Ну вот, или каких-то конечностей, или, может быть, ушей, ну, каких-то частей тела, да? Это говорит о том, что, скорее всего, этот человек пришел с травмой отвержения. И его самая главная потребность – это потребность в принятии. В принятии, чтобы его хотели в этом мире, чтобы его словно пригласили. А отвержение – это как раз и есть, ну, та травма, когда, например, возможно, до этого ребенка было сделано очень много абортов. Или когда мама узнала об этом ребенке, папа мог не захотеть этого ребенка. Или мама испугалась, что у них не хватит сил для того, чтобы этого ребенка воспитать, да? И выкормить, вырастить. И эта информация о какой-то нежеланности, она где-то записалась. Это вот ты сейчас про первую травму рассказываешь, да, как раз? Да, я уже как-то так помчала про первую травму. Да, давай мы вот на ее примере, да, сейчас рассмотрим, и что мы получим, если ее как-то исцелить. Что мы получим? Смотри. Ну, давай, да, договори. Как эта травма проживается и почему она, в чем ее боль, да? Человек чувствует, что его словно не хотят. И в основном не хотят или мир устроен против него среди того пола, который идентичный с ним. Например, женщина, ну, уже более зрелого возраста, да, не тогда, когда это ребенок, но женщина, которая обладает этой травмой, носительница, в зрелом возрасте, сидит на конференцию со своими коллегами. И вот, когда она заходит в ресторан, и все расходятся со своими подносиками по столам, она подходит к определенному столу, там здесь сидят ее коллеги, и она хотела там разместиться. И тут кто-то ставит свой поднос раньше нее. Этой женщине она чувствует очень сильное отвержение, она чувствует большую неловкость, и ей буквально хочется скрыться, хочется умчать из этого пространства. Как умчать можно из этого пространства? Можно просто выбежать, убежать, да? Можно пересесть за другой столик и уйти в себя, можно уйти в телефон, можно еще как-то. Но человек переживает это событие очень тяжело. Человек, у которого нет такой травмы, он просто там сядет за другой столик и не будет переживать это как-то. Да. А что если этот человек отследит, если он будет знать, например, вот если этот человек столкнулся с такой ситуацией, и он знает, что вот если такое возникает, то это вот эта травма, и что я могу вот в этом состоянии сделать? Там подышать как-то, ну как йоги это делают, или просто отрефлексировать и потом как-то с этим поработать? Что может сделать человек? Который уже знаком, что вот такая реакция есть, но не знал, например, еще. Вот эта реакция, это уже маска, которая включилась, да? И из маски, если мы будем действовать из маски, мы будем просто умножать травму. Мы будем подкреплять ту реальность восприятия, которая свершилась в этот момент. Вот это переживание, этого отвержения. Если человек начинает отслеживать, как у него включается маска, он включает внутреннего наблюдателя и рефлексирует свои чувства в этой ситуации, он начинает понимать, что это всего лишь травма, и что его истинная потребность – это в принятии и в присутствии здесь и сейчас. Либо это присутствие физическое, присутствие эмоциональное, присутствие ментальное – это очень важно, потому что травма может быть на разных из этих уровней, да? То есть это присутствие моего мнения или присутствие, когда я игнорирую мои эмоции и обесцениваю, да? Когда человек это отслеживает, он может остановить эту реакцию, отменить её и дать себе определённую поддержку. Во-первых, заземлиться и сказать, что всё хорошо. Я люблю себя, я поддерживаю себя, я здесь и сейчас. И есть море возможностей присоединиться ещё к кому-то, познакомиться с кем-то и развивать свои коммуникативные способности. Да, супер. Спасибо большое. Мы завтра более подробно рассмотрим ещё эту же тему, немножко глубже в неё погрузимся и рассмотрим ещё другие травмы, вкратце, как они проявляются, потому что для того, чтобы исследовать их, нужно потратить какое-то время и заниматься с этим вопросом, если вам будет интересно. Но ознакомиться с этим этого уже будет достаточно для того, чтобы начать это отслеживать, что у вас проявляется, ваши реакции, ваши какие-то действия. И завтра мы начнём наш марафон с самого утра. В 7 часов у нас будет практика, а вечером мы разберём все эти травмы и дальше по утрам будем с ними взаимодействовать, прорабатывать через практики кундалини-йоги. Спасибо, Оля. До встречи завтра. Завтра в 19.30 мы начнём нашу встречу, правильно? Да. Тогда. И ссылочка будет под этим видео и во всех анонсах, которые мы будем публиковать в ближайшее время. Поэтому присоединяйтесь и до встречи в прямом эфире. Пока. Спасибо тебе. Пока. И тебе. Субтитры сделал DimaTorzok